Да, эта мембрана самая обычная, да, эта мембрана десятка, она имеет большую жесткость, да, то есть у этой, эта нагрузка держит где-то порядка 10 тонн на метр квадратный, это уже держит порядка 25 тонн на метр квадратный, да, соответственно, и все равно это прошлый век, вот это вот, это совсем новая технология, да, в отличие от вот этих вот обычных мембран, у которых работает только один слой, да, вот этот слой, и в зависимости от того, что нам нужно, мы его поворачиваем либо к фундаменту, либо к грунту, да, геотекстиль всегда к грунту идет, да, но вот с этим мы либо вот так ее поворачиваем, либо так, у нас получается только один рабочий слой, вот этот, вот этот слой, он обычно прикладывается, он не работает, да, то вот в этом материале работают оба слоя, да, он двух, как бы трехмерный, да, из-за этого он получается, что работает как вот этот материал в одну сторону, да, и как вот этот материал в другую сторону, обеспечивая вентиляцию гидролизационного слоя около ограждающей конструкции и влагоотведение от, соответственно, почвы, да, это вообще вот самые новые разработки, аналоги в России, вот этого материала нет вообще никакого, то есть никто не производит такой подобный материал, вот он, да, с геотекстилем, вот, есть еще материал тоже трехмерный, вот он, один на один, это, как правило, для организации вот тех самых пресловутых дорожек, чтобы камни легко ложились, да, и не происходило подвижек почвы, он хорошо цепляется за грунт, да, как и этот материал, хорошо цепляется за грунт, да, и тем самым подвижек почвы не происходит, да, все гораздо проще, да, дорожки стабильные, вот, все работает совершенно замечательно. Укладываются, смотрите, там сначала укладывается нижний песчаный слой, да, потом, собственно, на эту песчаную отсыпку укладывается вот этот материал, да, причем, если он используется с геотекстилем, да, соответственно, надо делать некий уклон в сторону, и там должен быть либо дренажная канавка проходить, либо это будет, например, дренажный желоб, да, какой-то вот, ну, вот такого плана, да, то есть туда, куда будет производиться водоотведение, водоотведение. Делать, делать дренажную канавку обязательно, иначе дорожка просто уплывет, что с ней не делай, она просто начинает, обычно делается какая-то канавочка, да, для того, чтобы влага уходила, это может быть другая система организации дренажа, влагоотведения, да, то есть любая другая тоже подходит, но главное, наша задача, лишнюю влагу отвести от вот этой конструкции, чтобы эта конструкция никуда не уплывала. В общем, песок вот это вот? Вот этот материал, дальше сверху, еще материал, да, и чтобы мы за это могли происходить. Вот. Вот Ольге очень большой опыт насчет питомника, вот как раз после... Ну, они изучали как раз эту тему, очень скептически относятся к этому. Тихо-тихо-тихо-тихо. Очень интересно рассказывают и про дорожки, и про вот эту вот ландшафтную дизайну. Мы его воспринимаем, вот там уже про геотекстиль, про там какой-то новый материал пластиковый. Вот Ольга, это поскольку интересно как раз этой компанией, и она говорит, вы придите с кланом, я вам хотя бы просто так накидаю. Вот здесь я уже брал. Тут мы уже были. Как интересно. Ужасные замки, а просто такие дома. Деньги на ветер. Вадим, знаешь, куда? У теплиц мы не были, а там же веки-кбеки таряли. Залежать. Залежать. Чувак, я сейчас не знаю. Ну да. Вот кто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...